Светлана Спокойно. Все мои страхи тут уже куда-то улетучились. А вы кто? Вы замечательная, Светлана. Чистота помыслов, непосредственность чувств, смелость в принятии решений. Это все вместе очень красивое сочетание. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Андрей, у Арсения приступа. Прости. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Обманул меня? Зачем? А ты хотел бы, чтобы у него действительно начался приступ? Ты в своём уме? А ты? ПЕСНЯ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, наконец-то. Ну, здравствуй, любимая. Привет. Я звонил тебе вчера, а мне говорят, ты недостойна. Или время недоступно, я не знал. Прости. Так получилось. Принимается, что там у тебя? Алло? Алло? Как успехи, я спрашиваю? Нет никаких успехов. Надеюсь, ты шутишь. Боюсь, я не смогу выполнить твою просьбу. Ты же понимаешь, что это далеко не просьба? Но у меня не получится. Я и не смогу. Прекращай дурить. Ты же меня знаешь. Не надо так со мной разговаривать. До завтра, любимая. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тебя не было на работе. Телефон твой отключён. Что-то случилось? ВСКРИК Да нет. О, Светлячок. Ну, что ты, Светлячок? Все устроится. Я не знаю, что мне делать, я совсем запуталась. Все устроится. Мне страшно. Я очень боюсь. Да не бойся. Я с тобой. Я с тобой. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Андрей! Андрей, а ты где? Ма, привет! Папа ещё не приходил. А мы тут с Галочкой играем. СТУК В ДВЕРЬ Я готов. Выходи. Всё спрятал? Всё. По карте? Вдох. 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 Слушай, а как у тебя, получается, такие интересные игры придумывать? Ты меня папа научил. Ты знаешь, какой он будет вообще? Когда мы вместе, у нас праздник с утра до ночи. Он тебя, наверное, очень любит. А как же? И меня, и маму. Скорее бы он уже приехал. Я так соскучилась. Здравствуйте, Читирь. Вы сегодня такая красивая. Спасибо. Вы украли мои сокровища! Как вы могли подумать? Я же люблю вас! Вы обманываете меня! Вы постоянно врёте мне! Нет, нет, я сама невинность! Ну всё, хватит. Закончили игры. Коля, тебя домой уже ждёт мама. Мам, ну почему? Ещё ж не поздно. Потому что я так сказала. Мам, ну дай нам, пожалуйста, доиграть. Почему я должна повторять одно и то же сто раз? Объясни мне! Почему? Объясни мне! Арсюша! 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 Арсюша, что случилось? Арсюша, что случилось? Арсюша, тебе плохо! Вера! А, на последнем дыхании начинается. В главной роли Орб, пир-бар. Ну, твой любимый француз с перебитым носом. Бельмандо. Успокойся, успокойся, Рыжа. Раз, не спеши. Я так был, я тут с ума схожу. Все хорошо, все хорошо. Идем в больницу. Моё мнение, вы знаете, Арсению лучше остаться в клинике. К сожалению, вам не удастся предусмотреть всего того, что может спровоцировать приступ. Вот сегодня с чего все началось? Понимаете, он недавно познакомился с девочкой его возраста. И они приехали из Парижа с мамой. И вот она постоянно провоцирует его на какие-то шумные, даже дикие игры. Ну вот, а я же вам рекомендовал избегать всего этого. И что? Скажите, Елена Алексеевич, а может такой приступ спровоцировать, скажем, излишняя нервозность родителей? Ты скажи конкретно. Моя нервозность? Угу. Потому что это всегда у нас спокойно и благоразумно. Ира. А, я прошу прощения. Ладно, я должен идти до завтра. До свидания. Прошу прощения, Елена Алексеевич. Я жду тебя в машине. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Привет. Извини, не мог говорить, заныпл. Как Арсений? Что доктор говорит? Арсеньеву лучше. Я бы не хотел сейчас об этом говорить. Извини. Алло. Да-да, я понимаю. Хорошо. До встречи. Привет. Привет. Почему ты мне не звонишь? Я уже говорила, возникли проблемы. Да плевать мне на твои проблемы. Девочка моя. Девочка моя, соберись на кону пять лямов евро. Ох, иначе твои сказки станут пылью. Серж, ты что имеешь в виду? А то, а то, моя хорошая, что папа французик заберет у своей бестолковой русской мамочки их общую дочку. И суд, французский суд, как ты понимаешь, будет всецело на стороне своего гражданина. Ты так шутишь? Я так шучу. Конечно, любовь моя. Пока-пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты жалеешь о том, что между нами было? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Совсем не жалею. А помнишь, что ты мне говорил? Не бойся. Все будет хорошо. Мы ведь вместе. Знаешь, я сейчас хочу повторить тебе твои же слова. Все обязательно будет хорошо. И я рядом. Даже если… Мы никогда не сможем быть вместе. Здесь очень скучно. И чего? Ты скоро поправишься и вернёшься домой. И мы доиграем в пиратов. Хорошо? Знаешь, Арсен, я боюсь, нам не разрешат больше играть. Что за ерунда? Тетя ей рассказала, что тебе стало плохо из-за наших игр. Но ты же знаешь, что это не так. А я знаю, где ты сейчас находишься. У меня точка на планшайде не горит. Всё, пока. Привет, Арсюша. Привет, пап. Спасибо за планшет. Папа, вы теперь с мамой будете ко мне по одному ходить? Арсюша, у меня просто появилась свободная минутка. Я решил к тебе приехать. Понятно? Папа, я же не психопат. Ну, нет, конечно. С чего ты взял? Ну, знаете, прочитала о симптомах. Я изучила теологию и патагонист своей болезни. Так, Арсюша, вот уж горе от ума. Во-первых, ты не болен. Во-вторых, планшет я тебе привез не для того, чтобы ты с обзора вечера пропадал на медицинских сайтах. Понятно? В-третьих, любительский подход в медицине чрезвычайно опасен. Та-та-та-та-та-та-та. Знаю-знаю-знаю. Но не думай, пожалуйста, что я использую свои приступы, чтобы удержать тебя. Я тебя никогда не брошу. Никогда. Привет. Привет. Ну, как ты, Марсюша? Ну, домой его надо забирать. Илья Моисеевич не советует. Ир? Да. Ты почему Арсеньев запретил общаться с Гелей? Потому что она плохо на него влияет. Ну, это глупо. Наоборот, ему будет только хуже. Это не глупо. И вообще, нужно держаться подальше от этого жилого семестра. Ты о чем? О чем? Это Галя рассказала Арсению о своем замечательном папе, который ее очень любит. Который любит ее маму. И который скоро приедет. Мне бы очень хотелось понять, что означает эта история о муже-деспоте. Да, Дмитрий Дмитриевич. Хорошо. Я сейчас буду. Очень недурственный кофе. Не правда ли, Андрей Алексеевич? Дмитрий Дмитриевич. Правда, очень мало времени. Если можно, по делу вы ведь меня не для того пригласили сюда, чтобы кофе наслаждаться. Правда? Ну да. Вы правы. Не для того. Понимаете, мы хотим взять крупного черного дилера. Ну, занимающегося контрабандой исторических и художественных ценностей. Ну, что ж. Ну, при чем тут я? По нашим сведениям, этот аферист положил глаз на Малевича. На вашего Малевича. Так. Ну, а что он мешает его арестовать? Ну, не все так просто. Мы ж ты его должны взять-то с поличным, с Малевичем в руках. Так. Интересно, а каким образом Май Малевич может оказаться в его руках? Легко. У вас работает его подельник. Это не так. Я вам объясню, почему. Все мои сотрудники люди проверенные. И они работают со мной много лет. Я их знаю каждого. Все, да не все. За исключением одного. Ну, что вы имеете в виду, кого? Светлана. Она у вас работает недавно. Светлана? Ну, да. Светлана. Не, ну, да. Я, да, я понимаю, что тяжело разочаровываться в людях. Ну, вы знаете, о Дмитрии Дмитриевич я, к сожалению, боюсь, ничем не смогу быть вам. В данном случае полезным. Извините. Нет. Почему? Андрей Алексеевич, вы помогите нам. Ну, своим отказом вы не только себя в тюрьму упрячете, о чем мы с вами уже говорили, но и упомянутую высшей барышню. А вот в случае сотрудничества, то я думаю, что мы сможем закрыть глаза на участие ее в афере. Ну, предположим. А что я должен делать? Ну, прежде всего, не воловаться. Всему свое время. А мы там с вами свяжемся. Субтитры создавал DimaTorzok Аппарат абонента выключен. И на улице у нас в полном месте. Привет, Голчонка. Привет. Чего смурная такая? Мама собирается на работу, а я готовлюсь скучать целый день. Чего? Арсений в больнице. Миш, привет! Привет. Если станет сильно скучно, звони, придумаем что-нибудь. А я хотел к вам на кофеек напроситься, но, да, видимо, увы. Извини, Миш, очень спешу. Ну, я понял. Может, тебя подбросить куда-нибудь? Спасибо. Люблю. Все. Закрывайся, никого не пускай. Все, все. Пока. Аккуратненько. Спасибо, Миш. Аля, ты не помнишь, кто раньше вселился? Миша или Света? А они разве не вместе заселялись? А, ты ничего не помнишь. Так, 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 так. Верочка, ты будешь смотреть земляничную поляну? Чего это ты взяла? Бергман. Ага. Вселился четырнадцатого. Густав Фридрихович, доброе утро. Доброе утро, Светлана. А Андрей Алексеевич, уже пришел? Нет, его вообще не будет в пару дней. Как в пару дней? Он уехал рыбачить. К себе в Рождествено. В Рождествено. Алло, Мишенька, привет еще раз. Мне очень нужна твоя помощь. Мне за город нужно съездить. Срочно. Да, спасибо, я выхожу. Спасибо, Миша, огромное. Слушай, может тебя подождать? Спасибо. Хоть твой телефон отключен, я волновалась. Спасибо. Ты прости за вторжение, но я должна сказать тебе очень важную вещь. То, что между нами произошло, это для меня не просто приключение. За совсем короткое время ты стал мне очень радным человеком. Я должна была тебе это сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На что плавайся? Я выросла у реки, в деревне. Родителей своих не помню. Меня воспитывала бабушка. Очень меня любила. Шила мне сказочные наряды из старых лоскутов. Учила читать и читать по отрывным календарям. Книжек у нас не было. Потом люди службы опеки забрали меня в интернет. Нет. У нас были такие большие решетки на окнах и высокий забор. Бабушка заболела. О том, что она умерла, я узнала только через месяц. Потом детский дом. Самодетельность. Я занималась танцами. Спонсор. Поездка с ним в Париж. Танцевала в маленьком бургите. Сбежала нелегальная эмигрантка. Встретила бывшего мужа. Он приютил. Помог с документами. Родилась Галочка. Так. Как бы я хотела, чтобы у нее все было по-другому. Мы оба немного сошли с ума. Но ведь этого недостаточно для любви. А где то дерево, которое исполняет желания? Помнишь, ты меня о нем говорил, когда привез он сюда с Галочкой? Нет, Борь, ты меня извини, но мне не до театра. У меня Арсюша в клинике. Я к нему два раза в день езжу. Дома. Пустота. В общем, тоска. Перестань. Я же тебя знаю. Ты не такая. Ты совсем другая. Пока ты молодой и глупый, тебе кажется, что все у тебя будет не так, как у других. Все будет веселее, интереснее, счастливее. Потом ты понимаешь, что с тобой ничего особенного не произошло. Ешь давай. Да. Хорошо. Извини. Не-не-не, вкусно-вкусно. А скажи мне, Арсений, в клинике надолго? Надолго. Доктор говорит, что так будет лучше. Угу. А у меня по этому поводу есть одна идея. То есть? Ты слышала что-нибудь про ипотерапию? Ирина Костякова, иди сюда. Ирина Костякова, иди сюда. Вот она! А как ты загадывала желание? Все просто! А как ты загадывала желание? Угу. Писал на бумаге. Кидал туда. Сбывалось? Иногда. А сейчас у тебя есть желание? Желание есть. Писать не хочу. Загадывай. И что? Из-за режима срок. А теперь нужно подуть. Можно теперь я загадаю? А теперь бросай в дупло. А что ты загадал, если не секрет? Чтоб меня не предавали близкие люди. Никогда. А я, чтоб вы верили. Холодно. Пойдем, отвезу тебя. Ой, спасибо тебе большое. Ты тысячу лет не была в театре, правда. И спектакли вообще просто, ну, замечательные. Видишь, а ты сопротивлялась. Ир. Да. Может, поедем ко мне? А к тебе это куда? Ко мне это в тридевятый государство, в тридесятый государство. Все-то у тебя тайны какие-то. А-а-а! Бега-бега-бега-бега-бега! Вась! Фу ты! Ну, так как? Нет, поздно уже. Я завтра к Арсюше. Вези меня, давай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 А, Алло, Миша. Вон самый. А, извини, ради Бога, а Галя не у тебя? Нет, а что? И вечером ты её не видел? Не видел. А что такое? Что? Я поняла. Извини. Алло, алло. Алло, не слышно? Алло. Ну, здравствуй, Реда. Ну, как ты? С тобой всё хорошо. Где Галя? Ум. Умница. Ты всё правильно пьёшь. Как видишь, я могу действовать довольно жёстко. Где Галя? Надеюсь, мне не придётся больше слышать всякую чепуху о непредвиденной сложностях. Галя, любовь моя. Где Галя? Надеюсь, ты меня услышала и поняла. Тогда до связи. Целую, люблю. Пока-пока. Мама! 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 Андрей. Мама! Как ты себя чувствуешь? Нам лучше держаться друг от друга подальше. Хорошо. Да, Галь, ты меня, конечно, извини, но натворила ты делов. Ну, при чём здесь я? Это… О, Андрей Алексеевич, всё готово. Спасибо. А, секундочку. Галь, слушай, может, я чего-то в этой жизни не понимаю? Ну, ты мне объясни, вот как можно, увидев собственную дочь, упасть в опорок? Миш, это называется неблагоприятное истечение стоятий-то. Понимаешь, приехал дядя Пьер… Какой дядя Пьер? У вас же нет никого. Нет. Он приехал из Парижа. С подарками для меня от папы. Ну, мы зашли в сладкоежку. Начался дождь. Дождь? Галь! Ну, а маме перезвоните. Так я же телефон дома забыла. Ты не ушёл. Тебе станет легче, и я уйду. Тут надо выпить. Ложись. Ложись. Переворачивайся, нашёл. Давай, давай. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Да. Мне бабушка так ставила горчичники. Они тогда не бегут. Тихо-тихо-тихо-тихо. Просто лежи. Я о чём не думаю. Не важно, что было. И не важно, что будет. А вот направиться — это важно. Правильно? Что-нибудь знаешь об эпотерапии? Это, кажется, лечение с помощью лошади, да? Да. Ты мой знайка. Так вот, я подумала, может быть, нам попробовать такой способ лечения? Это дядя Буря посоветую. Как же Илья Моисеевич? Он же против нетрадиционной медицины. Ну, с Ильей Моисеевичем я обязательно посоветуюсь. Мам, ну я бы очень хотела попробовать. Ездить на лошадях — это круто. А что папа думает по этому поводу? Ну, с папой я ещё пока не успела это обсудить. Мам, ну не переживай. Я же с тобой. Мой самый надёжный тыл. Слушай. Да нет, это я тебя слушаю. Скажи, что думаешь обо мне? Что скучаешь? Думаю. Скучаю. А что ты такая грустная? Ты же знаешь, я этого не люблю. Я люблю, когда ты весёлая. Когда ты жизнерадостная и… Знаю. Знаешь? Ты помнишь, что у нас мало времени? Помню. Вот и умница. Целую. Люблю. Родная. Любимая. Пока. Галчонок? Мам, а ты куда? Малышка, душно просто. Хотела прогуляться, пока ты спишь. А я уже и не сплю. Можно с тобой? Я быстрая. Давай. Здесь всегда так не весело? В парке? Нет, в России. Не знаю, Галчонок. Я успела забыть эту страну. Я тебя понимаю. С нашим папой всё-всё можно забыть. Я по нему так скучаю. Мне кажется, что я без него жить не смогу. Эй, а без меня? Без тебя? Без тебя? Ну, без тебя… Ах, ты иди сюда! Ну, хорошая мальчик! Ну… Помогуай. Ухачки. Иди сюда. Иди сюда. Ухагай. Всё, пивунья моя, давай, иди умывайся, а я буду готовить завтрак.